Ленинский район Ленинский район Сельском поселении А через 22 километра в нашем лесу Фактически суд своим волевым решением Просто отдал лес под Распил Совершенно верно Эти земельные участки Были поставлены кадастровым инженером На кадастровый учет Потом распроданы И новые уже собственники Так как у них практически чистые хорошие участки Получили порубочный билет и начали собственную вырубку Серые схемы вывода земель и сомнительные решения Видновского городского суда лишают простых людей экологически чистого будущего. Наш лес является таким источником свежего воздуха и естественным фильтром, который защищает нас и от выбросов, которые от автомобилей, и от Москоксового завода, и от любых других предприятий, которые в принципе отравляют жизнь и легкие наших жителей. И если представить эту ужасающую ситуацию, когда этого леса вдруг не станет, то мы понимаем, что дышать будет нечем. Мне просто страшно представить, сколько бездомных будет животных, сколько погибнет под пилами, под деревьями, под бульдозерами, которые будут здесь расчищать все. Но это страшно. Спиленные стволы деревьев и выкорчеванные пни, а также затоптанные норы животных. Вот что остается на месте уникального Бутовского леса. Предприниматели становятся ни перед чем ради собственной наживы. Но кто поможет жителям? Надежда сегодня на президента нашей страны. В общей сложности было собрано 6179 подписей. И 25 июня мы их уже направили в администрацию президента. У нас был личный прием, ну разумеется, не с Владимиром Владимировичем, но консультант все эти документы принял. Мы указали на 5 грубых нарушений закона и попросили разобраться в сложившейся ситуации и дать указания инстанциям, которые должны работать и защищать нас, граждан. Ситуация уже на контроле в администрации президента. А значит выйти с сухими из воды у лесных дельцов уже вряд ли получится. У нас одна просьба, одно желание, чтобы в конце концов восторжествовала справедливость. Кто допустил вырубку леса и какое наказание ждет нарушителей за надругательство над природой?